Михаил Задорнов был популярным юмористом и пользовался спросом у слушателей и зрителей, поэтому последние годы в его плотном графике практически не было места. В начале октября 2016 года сатирик объявил об отмене многих концертов, прежде всего тех, которые требуют длительного перелета. Оказалось, что Михаилу Николаевичу диагностировали рак мозга, ему в срочном порядке требовалось пройти несколько курсов химиотерапии. 22 октября Задорнова госпитализировали прямо из Центра культуры и искусства «Меридиан». Во время выступления с сатириком случился эпилептический припадок. В ноябре Михаил Николаевич обратился за помощью в германскую клинику «Шарите», где ему провели биопсию головного мозга и подтвердили диагноз. Курс лечения Задорнова проходил в частных клиниках при Балтике, но это ему, к сожалению, не помогло. Через год, 10 ноября 2017 года, артист скончался у московской больницы. Примерно через год после кончины сатирика на его могиле появился памятник, предназначенный двум Задорному отцу и сыну. Он представляет собой раскрытую книгу, где на одной страничке выгравировано имя Михаила с датами рождения смерти, а на другой – те же данные его отца Николая Павловича. Книга будто стоит на небольшом постаменте, на котором оставляют свечки, цветы и небольшие сувениры. Как рассказывала Елена Бомбина, последняя официальная жена Михаила Николаевича, монумент получился лаконичным и достойным, хоть и очень простым. Идея памятника принадлежит сестре Задорного Людмиле, а средства на него выделил рыжский друг юмориста, который пожелал остаться неизвестным. Скульптор, к слову, также выполнил работу анонимно и просто из уважения к таланту Задорного. Субтитры создавал DimaTorzok